Кириенко объявила о победе 2,1 тысяча НКНО в президентском конкурсе. Более 2,1 тысячи некоммерческих организаций стали победителями по итогам второго в этом году конкурса на предоставление грантов президента РФ. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото Константин Завражин, РГ. Напомним, что господдержку получают некоммерческие организации, НКНО, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально значимые проекты. С 2017 года фонд президентских грантов организовал 6 конкурсов включая нынешний. Минус. Сергей Кириенко рассказал о новых направлениях лидеров России. Итоги были подведены на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ. Всего на поддержку претендовали НКНО из всех регионов страны. На конкурс поступило 9 073 проекта. У нас 2128 победителей, уточнил Кириенко. Он уточнил, что между ними распределят 4 миллиарда 350 миллионов рублей из бюджета, плюс к этой сумме будет добавлено 2,5 миллиардов небюджетных средств. Число победителей рекордное, рассказал представитель Кремля. Он отметил и другие тенденции. Так, качество проектов растет, чему способствовало обучение, которое организовал фонд для НКНО. Другая тенденция – активное участие организации из малых городов и сельских поселений. Из 2128 победителей таковых более тысячи. Сергей Кириенко привел в пример НКНО из села в Белгородской области, которая получила грант на поддержку пенсионеров и курсы для них. Очень теплый, симпатичный проект, оценил первый замглавы АП. Или, например, победил проект по сохранению языка и культуры Алиутов на Командорских островах. То есть очень много таких проектов в маленьких населенных пунктах, которые далеко от больших городов, пояснил Кириенко. И это как раз очень важно, что у нас именно такие проекты имеют возможность побеждать. Председатель экспертного совета Андрей Клипач также отметил возросшую активность на конкурсе российской глубинки таким образом. Не только столица или, например, традиционно активный в этом плане Татарстан запускают важные для общества проекты. На финансовую поддержку претендовали НКНО из всех регионов страны. На конкурс поступило 9073 проекта. Организаторы конкурса также рассказали о самых популярных направлениях, которым посвятили свою деятельность победители. Гендиректор фонда Илья Чукалин напомнил, что в феврале нынешнего года президент РФ поставил задачу об увеличении поддержки краеведения, народного творчества и сохранения исторического наследия. НКНО отреагировали на внимание главы государства к этой теме, заявил он. В итоге в этом конкурсе поддержано 326 таких инициатив на сумму 575 миллионов рублей. Андрей Клипач рассказал о большом интересе конкурсантов к приближающемуся празднику 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса победили 122 проекта, приуроченных к этой дате, на общую сумму 284 миллиона рублей. Кроме того, было особенно много проектов на тему укрепления межнационального и межрелигиозного согласия, отметил также Клипач. То есть НКНО дают серьезный ответ на общественный запрос, отметил он. Число получивших гранты проектов по этой теме выросло на 83%. Другие особенно популярные темы охраны здоровья и пропаганда здорового образа жизни, соцподдержка населения, а также наука и образование. В этом конкурсе рекордное число победителей 2128. Между ними распределят 4 миллиарда 350 миллионов рублей с бюджета и 2,5 миллиардов небюджетных средств. Самый большой грант во втором в 2019 году конкурсе составил 75 миллионов рублей. Эта сумма будет выделена на Организацию Международного студенческого чемпионата по программированию. Минус. Зафиксирован рост финансирования российских НКНО из-за рубежа. Всего за эти 2,5 года государство выделило на гранты 22 миллиарда рублей. Еще 14,7 миллиарда рублей это внебюджетные средства, отметил Кириенко. Таким образом, в результате работы фонда 36,7 миллиарда рублей пошло на поддержку и развитие гражданского общества и НКНО. А в перспективе перед глазами организаций, которые захотят претендовать на гранты, будет хороший пример. Фонд определил сотню лучших социальных проектов, созданных организациями-победителями в 2017 году. Перечь проектов, как и список победителей нового конкурса, можно будет найти на сайте фонда. Подавать заявки на первый в 2020 году конкурс президентских грантов можно будет, начиная 15 октября, сообщил первый замглавы администрации президента. Это позволит нам в январе подвести итоги и открыть с начала года финансирование, и все проекты смогут начинать работать прямо с начала года, уточнил Кириенко. Власть, работа, власть и госуправление некоммерческие организации в России.